Я ватник с детства. Нам говорили несколько раз, это Америка, вы должны говорить здесь по-английски. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Станислав, вы на канале с Филиным, и сегодня с нами Марк. Марк из Баку, 21 год, живет в Соединенных Штатах Америки и думает переехать в Россию по программе переселенца. А сегодня он нам расскажет свою историю, какая у него была жизнь в Америке, то есть какая у него сейчас жизнь в Америке, его опыт и так далее. И еще раз, ну как всегда, вы уже наверное знаете, что я скажу сейчас, это зайдите в описание, там будут все ссылочки на все остальные каналы, обязательно зайдите и подпишитесь, потому что надо, вдруг удалят меня с Ютуба, и где вы меня потом будете искать, я не знаю. Потом будете присылать мне письма, Станислав, как тебя найти, а я скажу, надо было раньше подписываться, мне и так писем много, к сожалению, не на все ответил. Ладно, Марк, добро пожаловать на канал. Благодарю, Стас. Рассказывай, я уже сказал, откуда ты, ну расскажи чуть о себе, кем, на кого учился и так далее. Да, конечно. Ну, значит, мы приехали, мы переехали в Америку из Баку, ну у моей семьи такое, мы со всех краев бывшего Советского Союза, можно сказать, а вообще со стороны матери, ее родственники переехали в Баку из в то время Свердловска, ну сегодня Екатеринбурга. И в основном из-за климата, это было перед распадом Союза, а познакомился с моим отцом уже в Баку и, можно сказать, застряли там в 90-х. А вот, у нас были родственники, мы, конечно, к ним ездили в течение 90-х и вот вплоть до нашего переезда в 2002 году. Вначале мой отец в 2000-м, потом в 2002-м уже мама, брат и я. Изначально мы еще до распада, конечно, хотели переехать обратно в Россию после окончания института моих родителей, но, естественно, не получилось. И уже когда в начале 2000-х, точно так же думали, что буквально еще в течение года-двух мы тоже переедем, то есть все равно переедем. Но моему отцу подвернулась возможность переехать, приехать сюда, попробовать, и так вот все и получилось. То есть ему, конечно, больше было, ему больше хотелось сюда переехать, но мама и я, я еще в том возрасте, я был очень осознанный ребенок, и я не хотел. Я хотел в Россию еще тогда. Здесь вначале я, мои родители до сих пор в Нью-Йорке, а я жил в Нью-Йорке, потом учился в Ротчестере, штат Нью-Йорк, а потом уже по работе сейчас живу в агломерации Филадельфии, то есть пригород Филадельфии, но не совсем сама Филадельфия. Вот, учился я в университете на химико-инженера-технолога, то есть я получил и бакалавр, и год спустя пошел дальше учиться на магистратуру. Вот, сейчас работаю в фармацевтической промышленности, вот как-то так. Понятно, а не знаю, сможешь ли ты вспомнить причины, по которым ты и твоя семья, вы переехали в Соединенные Штаты Америки? Ну, да, конечно, в принципе, причина понятная, в то время было тяжело финансово, экономически, и, конечно, звучали сентименты того, что будущего нет здесь, там, ну, особенно в Азербайджане, если говорить на тот момент. Вот, и мы же не знали, там, получится даже переехать, не получится переехать в Россию, ну, и там было сложно, но все равно были какие-то перспективы. Даже в то время, особенно, если уже говорить о начале двухтысячных, что все-таки уже что-то пошло, особенно после 98-го года. После дефолта, я имею в виду. Да, да. Вот, поэтому в основном экономические сказки про свободу, демократию. Да, сегодня мы поговорим про свободу, про демократию, это точно. Вот, так что вот такие причины. Понятно, хорошо, а в каких городах ты жил, в Штатах? Да, значит, с родителями я жил в Бруклине, да, в городе Нью-Йорк, Ротчестер, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, там я учился, и сейчас уже это Филадельфия, штат Пенсильвания. Угу, интересно, я как раз подавал, я хотел учиться, ну, либо в Ротчестер, либо там, я куда еще подавал, СЖУ, вдруг в Скрэнтон, другие разные университеты, вот, как раз Ротчестер меня тоже принял, но я сказал нет, и выбрал университет Филадельфии, вот, где я потом понял, что такое Филадельфия, это еще был 2005 по 2009 год, а там, кажется, все еще было тогда не так уж и плохо, как сейчас, хотя я не знаю. А, может быть, что-то поменялось, последний раз я был там в 15-м или в 16-м году, в 15-м, точно, в 15-м, мы еще ехали в Atlantic City, в Нью-Йорк, остановились, были около Филадельфии, а, нет, я потом еще после этого там был, да, точно, вру. Ну, ладно, тогда дальше пойдем, вот, твои первые впечатления, когда ты приехал в Америку после Баку, где у тебя были там свои друзья, погода, там, свои привычки и так далее, вот, ты приехал в Америку, как... Да, ну, на самом деле, в то время разница была колоссальная, не обязательно в хорошую сторону, но разница определенно чувствовалась, а тогда еще у нас вся вот эта сфера быстрого питания, все, вот, это все такое потребительство, оно еще не было так развито, и все эти новшества западные могли позволить в основном только те, которые были посостоятельные в то время. Ну, приехал сюда, и из аэропорта, когда мы ехали уже домой, нас отец встретил, у меня, конечно, были жуткие впечатления, я сразу скажу, мне показалось, что это, на самом деле, типа, самая крутая сторона в мире, потому что, на самом деле, если посмотреть на Бруклин, да, вот эти все жилые дома, там, потом частные дома, еще тогда снег выпал, и он был, перед тем, как мы прилетели, и совсем такой, он был как-то не убран, где-то растаял, где-то еще там были остатки, и как-то картина была, конечно, не очень, картина не маслом. Понятно. Да, это, это, что касается первых впечатлений. Потом, естественно, сталкиваешься с местным колоритом, я не смотрел фильм, брат, два, я не видел того, что, я уже потом, когда посмотрел, это было прям точь-в-точь, вот там, одна сцена с черными, там, то, 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 все, это было именно так. Так, вообще, в начале, когда мы иначе переехали, посадили меня в седьмой класс, вот, я там рано в школу пошел, я был в восьмом, вообще-то, а здесь уже по возрасту я в седьмой. И, в основном, у нас был, как типичный такой класс для иммигрантов, да, там, английский, как второй язык, и там, в то время, в основном, были, наверное, человек 12-14 с Украины, пару белорусов, пару русских, ну, именно с России, и с других стран, конечно же, но из наших, вот, в основном, оттуда. И, ну, время, как бы, на самом деле, такая среда, она тебе помогает как-то более мягко приземлиться во все это, естественно, ты, сразу тебе не нужно знать язык, а в совершенстве потихоньку учишься, вот, ну, это, если говорить, вот, сугубо о первых впечатлениях, наверное, первые несколько месяцев, вот. Ну, Манхэттен, конечно, впечатлил в то время, но для некоторых, вот, у меня знакомые есть, для них вот эти небоскребы, вот эти улочки, они давят. Ну, я где-то с ним могу согласиться, потому что, на самом деле, очень как-то все хмуро, особенно зимой, и когда там солнце не сияет. Мне, не помню, кто мне, кто-то объяснил, вот сейчас, жалко, не помню, почему именно американские города с большими, высокими небоскребами, почему они сильно давят? Они, там, улицы узкие, если приехать в наши города, вот, ну, большие, по крайней мере, у нас огромные бульвары, вот, взять, например, Можайское шоссе, который проезжает, вот, прям, едешь мимо Москва-Сити, например, там пять полос с одной, пять или шесть с одной, пять или шесть с другой. Заходишь в Москва-Сити, там тоже есть пространство, там Парк Победы, гуляешь, есть пространство, когда, вот, у нас, в наших городах это существует, это присутствует. Я никогда об этом не задумывался, пока мне кто-то это не объяснил, я подумал, вот почему это так неприятно. Ну, первый раз прогулялся, видишь, ну, ладно, хорошо, небоскребы, но узкие улицы, так же, как и в Торонто, которые дублируются, как Нью-Йорк, иногда в фильмах. Так что, вот почему такое иногда неприятное чувство. Да, так что, ну, это были мои сугубы, вот, это первые впечатления, вот так вот, я бы сказал. Понятно. Ну, а вот, если, например, Нью-Йорк взять, вот, как сам город, когда последний раз ты был в Нью-Йорке? Ну, я туда по несколько раз в году езжу к родителям, так что, но я стараюсь, особенно после последних три года, у меня он стал вот именно это описанием, он мне стал отвратительным просто. А вот почему, по каким причинам или по каким пунктам? Ну, во-первых, политика города, политика города уже со времен, особенно де Блазио, когда он был мэром. Естественно, всем известны дела социальной справедливости, борцов за социальную справедливость, радужных, плюс то, как они вели себя во время вируса 2020 по 2022 год. И, естественно, рост преступности. То есть, на самом деле, как бы, когда мы приехали, не сказать, что все было прямо замечательно, но город, на самом деле, преобразился во времена Джулиани. Потому что, на самом деле, города Америки, они всегда как бы не очень были, но вот Джулиани начал тогда эту инициативу зачистить город, и как-то другие города тоже подтянулись. Но не сказать, что все. То есть, Филадельфия тоже, кстати, испытывала подъем. У меня знакомые рассказывали, что в 80-х, например, молодой девушке в центре даже нельзя было ходить. То есть, это главная улица, вот эта улица рынков, Market Street. Вот тот район, который считается сегодня относительно безопасным. Пока что. Ну вот, это не во время Джулиани начали Stop and Frisk в Нью-Йорке? Или это всегда было? Честно говоря, я знаю, что, да, это существует. Возможно, это и было во время Джулиани. А, ну, чтобы объяснить зрителям, Stop and Frisk – это просто останавливали людей определенного цвета кожи. Ну, вот. И просто обыскивали их. Ну, или людей, которые выглядят как криминалитет. Кстати, мы обсуждали это в школе, ну, типа, ну, как социальные проблемы, там, притеснение по признаку расы. Именно как раз это было. Да, так что это было достаточно, да, вроде как именно во времена это было. Потому что до этого преступность гуляла в Нью-Йорке. Да. На 42-й мы все знаем, что там происходило. И сейчас опять это возвращается, кстати. Я не знаю, насколько мы можем это говорить, там, ну, проституция, например. Девушки очень легкого социального поведения или как там, социальной ответственности, да. Да, с низкой социальной ответственности. Сегодня опять это начинает возвращаться. Я, кстати, читал статью. Все это, как бы, вот эти все из-за англоязычных источников. На самом деле, когда мы приехали, ну, я ребенок был. Но, с другой стороны, я все равно, мне было жаль, что мы... Да, мне было жаль, что мы не переехали в Россию. Я буду честен. Но я понимал, что мы переехали, и надо жить. Надо адаптироваться и как-то жить здесь. Пока мы здесь. А в то время я не задумывался о том, что я буду, не буду, где я буду, что произойдет. Пытался как-то строить свою жизнь, исходя из того, что пока что мы тут. И, естественно, я не забывал про свои русские корни, культуры. Там был какой-то период, особенно, когда перед тем, как надо было закончить школу, подать в университеты. Было такое... И в семье всякие там вещи происходили, ну, как бы, там, по адаптации, все, как бы, документы. И, как бы, я какое-то время немножко отстранился, но не сказать, что там забыл или там... Мне никогда не было стыдно, что у меня русские корни, я русский, я считаю себя русским. Так что... А в каком возрасте тебя привезли в Америку? Мне было почти 13, то есть декабрь 22, мне было еще 12, ну, у меня день рождения в феврале, так что почти что 13. Ну, вот почему русский сохранился на таком хорошем, великолепном уровне, и говоришь, в принципе, без американского акцента, да, и не используешь рунглиш, когда говоришь, как бы... Нет, это правда, это хорошо, потому что, сам знаешь, некоторые даже и, ну, да, в 13 приезжают, там, в 10 приезжают, у них появляется такой акцент, либо вот этот жуткий рунглиш, от которого сложно избавиться. Дамы и господа, у меня, в принципе, такие проблемы тоже были. Я постепенно, кстати, благодаря блогу, я подтянул русский язык и подтянул... Ну, да, просто русский язык, вот и все. Лучше разговариваю. Так что, да, слушай, великолепно, отлично, что он у тебя сохранился. Да, ну, кстати, сегодня, когда я там смотрю или шоу какое-то, или сериал, начинают использовать вот эти выражения, которые прямой перевод с английского, или просто вставляют эти слова. А меня это еще в том детстве. Я ватник с детства, ну, это как шутка пускай, ну, то есть, мне никогда, я не любил английский язык, я был отличником того, как начал изучать английский язык в школе. Понятно, это можно назвать русский ватник из Баку переезжает обратно в Россию. Как это так, чтобы люди кликали? Точно, точно. Я не слушал даже музыку, будучи ребенком. Я же всегда любил очень музыку. Да, но в основном русская, только уже, когда мне было там, я подростком, уже начал как-то переездить. То есть, американскую музыку не слушал? Американскую, англоязычную, там, да. Американскую, тем более, когда я даже начал что-то слушать, это было в основном европейское. Вот на Европе Плюс играли тогда, в то время. И оно как-то более мне заходило. Я когда сюда приехал, у меня был такой шок. Я включаю радио, а там, ну, буквально пару песен, которые были хитами там в Европе, в России, даже в Баку. А здесь какие-то все были свои песни. Какие-то из них были кантри, понятно. А какие-то очень много хип-хопа, который туда не доходил. Для меня это был шок. Я только и на реке Глессиса в то время узнал на радио. Понятно. А вообще в школе, вот когда ты учился, вот расскажи про этот опыт. Не только про университет, а вот про школу, например. Как тебя американцы там воспринимали? Был ли какие-то там раздел... То есть делились ли люди по классам, там, умные, тупые, там, спортсмены, не спортсмены? Видел ли ты это или нет? Да, в принципе, начнем как бы с такого, то, что было. У нас вначале, когда мы были английский как второй язык, мы мало сталкивались с американцами в целом. У нас были в основном иммигранты, у нас только физкультура была смежная. То есть там было 2-3 класса сразу разных. Но мы сдали тогда в конце года экзамен именно по математике и естественным наукам. И все наши советские, ну, постсоветские в основном, перешли в ускоренный, усложненный класс, усложненную программу, именно которая была сосредоточена на математике и естественных науках. Она где-то была на полтора года вперед. Там такая система у нее, кстати, что получалось на полтора года там. И это, конечно, спасло и помогло мне вообще не полностью умереть со скуки в школе. А в том классе, да, там были в основном уже американцы. Ну, мы как бы, они, ну, как американцы, да, Бруклин, там такая своя специфика, да, и какие-то были иммигранты, которые здесь родились. Ну, были действительно, там рядом район был, это Мидвуд, Джеймс Мэддисон, высшая школа, старший класс. Это уже было, когда мы перешли в старший класс, а это там была своя средняя школа рядом. А так район, там, где Джеймс Мэдисон, и там морской парк, Marine Park был такой. И там как бы в основном были ирландцы и итальянцы жили. Ну, такие, более-менее благополучно. Все ими были. Понятно. А тебя когда-нибудь там притесняли за то, что ты русский? А вот как раз наши одноклассники были нормальные, они как-то понимали еще. А вот когда мы с нашими разговаривали по-русски, там в очереди стояли, там, за, ну, на обед, я не знаю, во время длинной перемены, вот этой, на... То нам говорили несколько раз, это Америка, вы должны говорить здесь по-английски. Ну, да. Это дети, я не могу... Это еще не так... И такого не было помешательства на политкорректности. А это были наши одногодки, да. Я знал их из параллельных классов. Слушай, а вот такой нестандартный вопрос. В Geno's еще висит вот эта надпись, мы тут говорим только по-английски, или заказывайте только по-английски, или на английском. Это в этом, в Пелодельсовске? Да, 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 да. Честно говоря, я там никогда не выставил эту... Серьезно? Ты никогда эту дрянь не ел? Блин, она вкусная. Естественно, я знаю, что они есть. И там их несколько. Но очередь я не выставил. А я не могу сказать наверняка. Мне кажется, наверное, сегодня это сняли. Но... Ну, ты помнишь этот скандал, да? Да, да. Я просто не знаю, если его сняли. А, понятно. Ну, я давно не ел филы-чистейк. И, в принципе, его есть так, если подумать, нельзя. Его раз в год максимум. Да, да, да. Ну, это очень вкусная такая дрянь. Вообще неполезная. Очень жирная. Сыр это... Это самая ужасная комбинация. Да. Хлеб, сыр и говядина все вместе. Это как, когда читаешь советы диетологов, три вещи нельзя комбинировать. Слушай, если бы это еще был сыр. Cheese with это не сыр. Это просто... А это... With, да? Я потому что иногда мы ходим, когда там, ну, в кафешки, рестораны, там делают такие... Ну, они кладут там именно сыр. Да. Прям при тебе делают такое дробя, там, и кладут уже кусочки сыра. А вот это я никогда не пробовал. Нет, ну, может быть, сейчас поменялось. Но cheese with это просто, сам понимаешь, ты химикаты в банке. Cheese with, да, я прекрасно. Да, да, да. Из съедобных, наверное, из нефти делают. Это как сыр в Макдаке. Да, остатки, да, какие-то. Ну, понятно. Хорошо, ладно. Дамы и господа, бывает такое. Вот я вспоминаю свое время в Филадельфии. Вот такими вот интересными вопросами. Ну, ладно, хорошо. Дальше. Насчет как раз период адаптации. Вот мы... Я, в принципе, понял, какой у тебя период адаптации был. Вот. Ну, а можешь ли ты что-нибудь рассказать про период адаптации твоих родителей? Ведь они уже переехали в... Ну, вот в твоем возрасте. Сколько тебе и мне сейчас лет, правильно? Да, именно в моем возрасте. Мой отец переехал вот столько, сколько мне лет сегодня. 33. Вот. Ну, как сказать? Всего понемножку, да. Я думаю, что в этом плане то же самое, как у многих, наверное. Язык на первом месте, работа. Это документы, то есть всякие, оформлять все, что надо, пока ты, как сказать, пытаешься, наверное, легализоваться здесь и в прямом переносном смысле. Ну, опять-таки, из-за того, что вот эта среда эмигрантов, она помогает со всем этим. Вот. Но, конечно, русскоязычный мир в Бруклине, это, так сказать, можно сказать, отдельный маленький поселок во всем городе Нью-Йорк. Ну, раньше это особенно сильно ощущалось. Сегодня многие переехали из-за того, что эти люди, которые прилично здесь зарабатывали, но стоимость жизни так растет в Нью-Йорке, что они начали переезжать в соседние штаты, тот же Нью-Джерси, Пенсильванию. И кому-то захотелось, конечно, более спокойного образа жизни. Они здесь заработали, все. Но некоторые не хотят и не хотели. У нас знакомые есть. Некоторые вообще во Флориду туда совсем куда-то. Так что, на самом деле, сегодня это немножко разбавлено. Но в то время эмигранты помогали, конечно. В начале работаешь, конечно, на более таких, менее желанных позициях, те же рестораны, магазины. И мои родители прошли через это тоже. А сколько лет они работали в ресторанах, в магазинах? Недолго. Моя мама буквально несколько месяцев. А потом куда пошла работать? Потом пошла в аптеку работать. Не как провизор, а как помощник провизора. Знакомая ей помогла. Она с ней училась еще в Баку, в мединституте. А, то есть, познакомство нашла работу? Ну да, это было познакомство. Потому что тогда сложно было вот так просто прийти. И даже помощником провизора... То есть, можно было найти, но это так. Отец, когда приехал, только тоже где-то, наверное, месяцев шесть. То есть, так. Потом тоже получилось перейти в аптеку. Они у меня, оба моих родителей, провизора. Понятно. Я знаю, что в России провизор это выше, чем фармацевт. В Европе типа наоборот, эти два термина. Так что... Да, где-то... Ну, как бы, например, потом, чуть позже, я уже помогал своим родителям. Там, например, написать какие-то заявления, документы. Мой английский тоже не был прям идеальный. Ну, как бы, естественно, помогал своим родителям, безусловно. Ну, конечно, да. У тебя, наверное, адаптация к английскому языку... Ну, для тебя это было легче, потому что ты был вложен. Это нормальное явление. Ну, а вот просто люди даже не могут, например, себе представить, те, которые никогда не сталкивались с эмиграцией, насколько все это сложно. Все вот бумаги, все вот эти поездки, там, адвокаты и так далее, и так далее. И потом, если ты приезжаешь не в свою среду, где ты не знаешь языка, не знаешь культуры и так далее, тут уже появляется и ностальгия, и одинокость, и это все нормально. Через эту стадию нужно пройти. Просто не все из нее вылезают. Вот в чем проблема. Об этой проблеме не знает то наше российское общество, которое, некоторые из них пытаются не хочет туда переехать. Вот есть чего ты можешь сказать насчет именно этого или нет? Абсолютно, да. Действительно, это звучит, конечно, жестко. И я это говорю просто потому, что это реальность. Это действительность жизни в эмиграции. И многие люди просто есть... Это сегодня как-то еще наши компьютерщики, программисты переезжают. У них хотя бы есть зарплата. Но все равно социально ты, можно сказать, оказываешься на дне. Ну, это по-другому и не описать. То есть у тебя нет незнакомых толком, у тебя нет ненормального дохода. Ну, доход еще можно, но доход это... Это мы поговорим, конечно, чуть позже. Но доход не значит, что у тебя есть статус. То есть это просто... Деньги это одно. Там ты можешь заработать, жить прилично, но это не значит, что у тебя есть вот этот круг общения и все такое. Я бы сказал, что ты вообще в минус насчет статуса уходишь. Потому что вот сейчас, например, ты приедешь... Если ты приедешь в Россию и будешь просто с кем-то разговаривать где-либо, оденешься нормально, прилично, никто даже ничего о тебе не подумает. А если ты приезжаешь в Америку, в Англию, в другую какую-то страну, и ты, будучи эмигрантом, который плохо знаешь английский язык, я сейчас обобщаю не просто вот ты, Марк, а вот все, да? И ты начинаешь who you this, hi, my name, hello, вот, то понятно, что ты уже... То есть обычный американец, который ничего не добился, он на нуле. А эмигранты, они минус, это в минус уходишь, потому что на тебя по-другому смотрят. Да, так и есть. Поэтому я говорю на дне, а там уже как это, да? И, честно говоря, даже черные себя чувствуют. Они иногда вот в Нью-Йорке... В Нью-Йорке вообще особые черные, они более нагрые. Да. Продолжай. Да, и они чувствуют, что они вот чуть-чуть лучше эмигрантов. Это появляется. Они ведут себя понаглее. Это определенно можно заметить. А то, что ты русский, тебя не спасало никогда в Бруклине? Я подрался с несколькими черными. Я был очень спокойный мальчик. Я никогда не дрался там, в Баку. Ну, сюда приехал, и буквально пару раз меня преследовали два дебила каких-то. Выше меня были. У них же типично это дай доллар, типа. Но это дай доллар, это как причина, да, так. И от них я как-то еще тогда смог уйти. А пришлось в школе пару раз вот так. Вот. Но я занимался восточными единоборствами до этого, айкидов в основном. И я как бы, это по-разному говорят, в уличном бою, все. Но мне это помогало. Я справился. Ну, естественно. Конечно, это помогает. И если ты вообще ничего не знаешь, конечно, у тебя, как говорят, this advantage. Вот, а если ты хоть что-то знаешь, может быть, чуть-чуть тайквондо, чуть-чуть кикбокса, чуть-чуть еще, вообще, с тобой сложно будет сражаться на улице. Конечно, помогает. Ну, хорошо, что все нормально обошлось. Ну, а вообще, вот, если затронуть слегка безопасность, вот именно, скажем, либо в Нью-Йорке, либо в Филадельфии, вот за эти, скажем, 10-20 лет. Конечно. Что произошло с безопасностью на этом, на том же уровне? Улучшилось, ухудшилось? Пожалуйста.